Уважаемые зрители, добрый день. Снова Дэн Саша на связи. Сегодня хочу вам рассказать про перемены в моей жизни. Попался я в личную тюрьму к блогеру украинскому, который правда сейчас живет в Америке. Зовут его Игорь Ван Тейк. Друзья, привет! Как избавиться от жира за одну неделю? Видео с подобным названием на российских просторах интернета набрало 19 миллионов просмотров. И основные советы, которые нам даются, это пить воду с лимоном, выйти на пробежку и пить больше воды. И придет успех. И после просмотра этого видео я подумал, невероятно, неужели кто-то действительно подумает, что это все, что тебе нужно для того, чтобы избавиться. Избавиться от тех килограммов жира, которые ты набрал за счет неправильного питания и отсутствия тренировок. Почти 3 миллиона подписчиков. И они его благодарят за все. А я вот теперь сижу в личной тюрьме. Тюрьма, правда, не его, а получается моя. Попал под его влияние, под гипнотическое влияние его и мотивацию заниматься собой. Я жиробас. И сегодня я уже девятый день, по-моему. Садись, садись. И поэтому сегодня моя цель в этом коротком видео выложить максимум, чтобы оставить каждого из вас в конце видео с подробным планом действий, для того, чтобы уже через неделю начать видеть результаты, а через месяц избавиться от килограммов жира и увидеть свой пресс, увидеть то, как ты был создан царем. Девятый день, я уже живу по новому режиму. На столе есть все. Но мне практически вот это все нельзя. Хотя я должен вам сказать, что я люблю кашу рисовую, люблю. Обожаю малиновое варенье. Люблю мед. И вот это, как называется? Облепиховое варенье. Облепиховое варенье обожаю. Блины обожаю, но мне нельзя. Дай мне его показать. Держи. Вот. Внученку вам все можно, конечно. И что хочу сказать, что девятый сегодня, по-моему, день. Ага, кто-то будет... Кстати, икру я тоже люблю. Особенно, когда она настоящая. А у меня теперь жизнь такая. Я встаю рано. Часов семь или даже раньше. Иду на котов, чистю котов. Или встаю на лыжи. Или чем-нибудь таким занимаюсь, что заставляет меня вспотеть. И до 12 часов дня ничего не могу. Вот водичка у меня. Ни сладкий чай, ни кофе с молоком. Вот мой завтрак. Здесь я вам показываю завтрак. Это вот три яйца, две этих штучки. Как они называются? Хлебцы. Которые говорят... Моя жена фельдшер, она говорит, это очень полезно. Но я в нем ничего не вижу, она ничего не весит. Вот у меня каши тут сколько грамм? 40 грамм в сухом виде. 40 грамм в сухом виде. И одно яблоко. Или это яблоко могут вот эти вот мадамы заменить мне на полбанана. Больше не дают. В общем, тюрьма настоящая. Которую я сам согласился. Я должен продержаться один месяц. И вот эти яблоки я кушаю вот так вот. Понемножку откусывая и наслаждаясь. Такая пошла жизнь. Ты... Мы тут замерили недавно, да, Энджи? Я похудел где-то за эти 8 дней. Вчера мерились, да, или позавчера. На 3 килограмма. Причем хочу вам сказать, что это худение другого плана. Потому что когда голодал я 7 дней или 8, сколько было у меня там. Так, тихонько. Германолит, тихонько. И этот... Это было тяжело. А здесь ты, получается, в 12 часов я вот это пушил. Вот. Потом у меня... Обед будет 4 часа. Вот 200 грамм белого мяса. Две этих штучки. Ну, овощи, как говорится, без ограничений. Я столько за раз уж не съедаю. Столько денег у меня нету. Потом будет ужин. В 8 часов. С 8 до 9 успеть должен поесть. И ничего вот сладкого. А, тут творог же есть, да? И... Хочу сказать впечатления свои. Конечно, нелегко. Привычка-то есть. По ночам, значит, или встать, или... Долго сидишь, когда за компьютером. Приходится, что-нибудь зашел, в кофейку попил. Что-нибудь там нервничаешь, что-то не получается. Что-нибудь сладкого съел, шоколадку и так далее. Все, всего меня лишили. Все. Где конфеты? Я любимые конфеты Му купил. Привез в целую упаковку. Пойдай блинчик, пожалуйста. Ничего нельзя. Держи тебе блинчик. Ой, хороший блинчик. Я могу понюхать-то попью. Можно, нет? Нюхать можно. Не снять, да? Ух, это вообще... И что-то я хочу сказать. Дорогой Игорек Монтейко, ты давай-ка загимнотизировал меня, посадил свою тюрьму, свою мою тюрьму личную, на месяц. Хочу теперь узнать я, есть ли предложение для пенсионеров. Мне 65 лет. Я, конечно, не могу ваши упражнения все такие выполнять, но дело в том, что я четко понял, как это все работает. Один день у меня просто тренировка и сжигание жира до 12, а следующий день силовая тренировка. У меня есть маленький спортзал, я там тягаю штангу, подтягиваться, пытаюсь. Кстати, я ни разу еще не могу подтянуться. У меня вес 93 был, да, сейчас? Около 90 ночи, да. 93 с чем-то был. И результат мы через неделю будем вам... Каждую неделю будем показывать. А, обнял маленько, да? Ну ладно, ладно. Молодец. Этот... Через неделю будем вам показывать результат. Каждый день я не буду вас этим видео мучить, а через неделю, каждую неделю буду показывать. В общем, последователи, если я буду жив, может, последователи найдутся. Так что, Игорек, я надеюсь, до тебя, может, видео когда-никогда дойдет. Я понимаю, что ты сейчас уже не занимаешься русским ютубом, перешел на американском, там денег больше. Ну, на всякий случай. Вдруг инстаграм увидится, что у тебя там все такие молодые креплюши, но пенсионеров тоже не списывают. Мы тоже еще, тем более нам мало осталось, мы тоже не хотим покидать этот белый свет и хотим быть здоровыми и нормальными. 15, 15 таких по 500, чтобы спалить 7500 калорий, то есть 1 кг жира. Соответственно, если у нас каждый день дефицит в 500 калорий, 15 дней минус килограмма, 30 дней минус 2 килограмма. И таким образом мы получаем, что минус 2 килограмма мы можем сделать за месяц. Кажется, минус 2 килограмма за месяц. Невероятно. Я должен работать, питаться вот таким образом, чтобы спалить всего лишь 2 килограмма. Но если мы возьмем 4 месяца по 2 килограмма, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8. Минус 8 килограмм всего лишнего, что в тебе, для того, чтобы последующие, если тебе 30 лет, для того, чтобы последующие еще 40, 50, сколько, 60 лет, 70, жить в отличной форме. 4 месяца пожертвовать, следующие 70 лет живешь как царь. Итак, друзья, питание есть, теперь тренировки. Потому что, если мы не будем тренироваться, то у нас будут уходить вместе с жиром и мышцы. Это не то, что мы хотим. Мы хотим убрать весь жир и оставить мышься. Короче говоря, чем будешь кушать? Что хочешь сказать? Скажи. Скажи, деда. Хочу не... Деда, да. Деда, деда, деда. Вот. И хочется немножко еще пожить, чтобы увидеть, вот, как вырисует вот этот малышок. Как вот тот, который снимает тоже, чтобы 10 классов окончил хотя бы. И, может, свадьбу уже идут. Да? Да, маленький? Ты наелся? Хорошо. Все хорошо? А, он у нас звезда. Он этот понимает, когда его снимают в кино, он начинает стесняться. Видите, отвернулся. Ну, в общем, чтобы не затягивать видео, дорогие друзья, я же, я правда голодный. Вы видите, как я мучаюсь. Это самое. Я хочу сказать, если вдруг у меня получится, может быть, среди пенсионеров найдутся последователей. Вот. Живот у меня пока, стол близко вы поставили, живот у меня пока вот, живот уже ушел. Маленько начал уходить, но я жиробас. Живот ушел на 7 сантиметров. На 7 сантиметров. А, ну да, было еще хуже. Поэтому, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, поддержите меня немножко и лайками, и комментариями. Я хочу выдержать этот месяц, а там будет видно, там решим дальше. Может быть, найдутся последователи. В общем, полюбуйтесь на мой завтрак, это будет в обед, это будет на ужин. И все. Остальное время я пытаюсь, пытаюсь сдержаться и сам себя же не буду обманывать. Я не ем, это правда. Ничего сладкого. Хотя, очень все это люблю. А, Игорьев, спасибо за то, что загипнотизировал и посадил меня в эту тюрьму. Я думаю, что у меня получится, если буду жить. Всем спасибо. Пока. Выключай, я могу поесть. Я буду медленно есть. Ну, спасибо.